15 июля отмечается необычный праздник, День русской лени. Каждый из нас любит иногда полежать, отдохнуть и ничего не делать. Мы спросили у жителей нашего округа, что они думают о лени. А бывает, что сами иногда ленитесь? Да. Валяюсь на диване в основном. Лежу на диване, смотрю телевизор, ничего не делаю. И оправдываю себя, между прочим. Говорю, иногда надо лениться. В телефоне иногда залипаю. Да, особенно ребенок. А что делаете? На данный день ничего. Дома сижу, в ТикТок смотрю. Да нет, такое не люблю. А в чем секрет, как себя мотивируете? Ну, мне всего лишь 17 лет. Я думаю, что надо хорошо учиться и нормально зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем не нуждаться в чем-то. Бывает, ленитесь? Нет, не получается. Вообще не? Не получается. А почему? Как вы себя мотивируете? Ну, мотиваторов всяких много разных. Вот. Ну, стараемся побольше вовлекаться в работу. Тем самым мы избавляемся полностью от лени. Лень – это плохо. Надо перебороть себя. Заниматься спортом. Да. Ходить в секции. А как бороться с ленью? Стасе делать. Заставляю, заставляю. Представляете? И внуку всегда говорю – борись с своей ленью. Когда, например, тебе скучно, нужно что-нибудь такое придумать. В голову что-нибудь, чтобы влетело. Ну, просто надо себя взять в руки, подумать о том, что есть какие-то дела, которые никто, кроме себя, не сделает. Поэтому берешь себя в руки и начинаешь там либо стиркой заниматься, либо готовкой. Существует мнение, что лень – это черта русского человека. Ведь даже сколько сказок написано, где богатыри лежали на печи по 30 с лишним лет. А помните каких-нибудь персонажей из сказок, которые ленились? Ну, Емеля. Что он делал? Лежал на печи целыми днями, конечно. Иван какой-то там на печи лежал. Да, сука там это. Илья Муромец тоже на печи лежал какое-то время. Все на печи лежали. Ну, не знаю-ка точно из этих персонажей. А как он ленился? Всегда и во всем. Емель на печи лежал. Мужчин такой есть, который где там ух и ах, там вот этот вот. Один персонаж был трудолюбив, другой – нет. А как бороться с ленью? Как мотивировать себя? Мотивировать себя? Да, ну, просто надо сказать, что надо поднять руку и надо начать что-то делать. А помните какие-нибудь персонажи из руссконародных сказок, которые ленились? Честно, нет. А как думаете, лень присуща русским людям или она по всему миру? По всему миру. Мне кажется, у каждого человека, отчасти, у кого-то больше, у кого-то меньше. Я думаю, что она в каждом есть. Нет, это лень у всех людей есть. Это не касается национальности. Лень присуща всем людям во всем мире. Но, по мнению ученых, прокрастинация может быть и полезна. Именно лень замотивировала людей на великие изобретения, чтобы наша жизнь была проще и лучше. Карина Леднева, Евгений Стародубов. Новости Искровект.